Добрый вечер! Сегодня 4 августа пятница. Вы смотрите вечерний эфир новостей. В студии работает Любовь Басхаева, а сурдоперевод Багдаулета Кушбанова. И начнем с новостей наших регионов. Итак, пожар в горной местности Меркенского района Жамбылска области локализовали. Напомню, спасатели продолжают тушение стихии, возникшей накануне из-за возгорания сухой травы на территории Меркенского учреждения по охране лесов и животного мира. Сначала тушение силами авиации КАС, авиалесохраны. На очаге возгорания произвели 18 сбросов воды. Для тушения также задействован. Один вертолет передает МЧС. Тушение пожара, по словам специалистов, осложняется специфичным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром. Угрозы населенным путам и пострадавших нет. У нас также есть комментарии представителя областного департамента по ЧАЭС и предлагаю послушать. Тушение пожара, которое уже двое суток происходит в Меркенском районе, осложнено тем, что, во-первых, это горная местность, во-вторых, препятствует ветер. В настоящее время площадь возгорания превышает 300 гектаров. Уже выброшено 27 тонн воды. Всего к тушению привлечено 270 человек и 36 единиц техники. Между тем, в трех регионах Казахстана в августе ожидается сильная засуха. Речь идет о Кастанайской, Актюбинской и Казалардинской областях. По данным КАЗ Гидромета, в ряде регионов также ожидается умеренная засуха. И лишь в двух районах Западно-Казахстанской области будет умеренная влажность. А в селе Акшукур Мангосталовской области сегодня запустили новую насосную станцию и дополнительные водоснабжения. Проект полностью профинансировала группа компаний Freedom. Отмечу, ранее сообщалось, что в регионе ежесуточно не хватает более 77 тысяч кубометров пресной воды. В июле президент поручал госорганам решить эту наболевшую проблему в кратчайшие сроки. Новая насосная станция расположена в 10 километрах от Актау. После выхода на полную мощность ее производительность достигнет 20 тысяч кубометров воды в сутки. Вместе со станцией запустили две новые нити водопровода протяженностью по 10 километров каждая. Они соединяют три ключевых объекта – опреснительный завод, станцию и центральный узел водоснабжения. Стоимость проекта превышает 2 миллиарда тенге. Очень радостно, что все наши планы, которые мы делали, они сбылись. Водопровод проложен чуть раньше, чем мы рассчитывали. Нам удалось попасть в бюджет, нам удалось действительно сделать все, что мы планировали. И те наши потребители, которые это фактически строили, тоже очень аккуратно исполнили свои обязательства. В октябре прошлого года между компанией «Фридом» и «Акиматом» Мангиставской области был заключен меморандум о финансировании данного проекта. Результаты не заставили себя долго ждать. Объекты стопроцентно готовы к подаче воды. Монтажные работы проводили специалисты государственного коммунального предприятия. Строится поблизости завод по опреснению воды, морской воды. И она состоит из четырех этапов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию первый этап. Каждый год будем вводить по 5 тысяч и 20 тысяч кубов. Это достаточно объем для того, чтобы полностью покрыть потребности села Ахшкор и Саин-Шапагатва. И оставшийся объем дать в город. Доступ к чистой питьевой воде и санитарии – фундаментальное право каждого гражданина, признанное ООН. В этом году «Фридом Холдинг Корпорейшн» заявила о своей приверженности принципам глобального договора и цели устойчивого развития организации объединенных наций. Подписав важный документ, представители компаний взяли на себя и обязательства по защите прав человека. Поэтому проект, реализованный в Мангиставу, – это очередной вклад холдинга в достижении глобальных задач. Гера Тикжанова, Берик Султанов, Жебек Жула. Десятки школ в Казахстане не готовы к учебному году. К первому сентября, а остается менее месяца, завершить ремонт не успевает в 68 школах. В профильном ведомстве должны определить так называемые временные места дислокации обучающихся и организовать трансфер для учеников. В Минпросвещении опубликовали даже список регионов-лидеров антирейдинга и возглавляет его Актюбинская область. В этом году в регионе одновременно приводят в порядок 34 учреждения образования, в том числе 23 школы. На капитальный ремонт выделено почти 5 миллиардов тенге. В области строят 20 объектов образования, 6 из них планируют сдать к 1 сентября. Кроме того, в городе строят еще 7 пристроек к основным зданиям, чтобы решить проблему трехсменных школ. Меняют кровлю, отопление, проводку, обновляют фасад здания. Объем работы большой. Тем не менее, подрядчики делают все возможное, чтобы уложиться в срок. В Создинской школе учатся 400 детей. Если ремонт не успеют завершить к началу учебного года, детей временно переведут в соседнюю 66 школу. Расположенную в километре от нее. Продолжаем выпуск. Электросамокаты признали транспортным средством. С 30 августа в силу вступают новые правила дорожного движения. Для набирающего популярность двухколесного транспорта предусмотрели места передвижения и штрафы. Как будут внедряться новые правила, что по этому поводу думают эксперты и как восприняли казахстанцы данную новость, выясняла моя коллега Айшау Сембекова. Этот на вид безобидный транспорт все чаще становится участником ДТП. Решить проблему хотят с помощью внесенных изменений в правила дорожного движения. Согласно новым требованиям, исключается поездка двух людей на одном самокате, а также перевозка каких-либо вещей. А нарушители начнут уже штрафовать с конца августа. Давайте выясним, что казахстанцы думают по этому поводу. Положительное нововведение. Хорошо будет, когда это будет более контролируемо. Пускай пораньше это сделают, потому что на самокате все случается, ДТП не слушается. Они ездят прямо среди машин на большой скорости. Они должны по тротуарам ездить, потому что только что буквально КАМАЗ чуть не сбил человека, который едет на самокате. Самокатчики станут полноправными участниками дорожного движения со своими правами и обязанностями. Литр самоката передвигается по краю правой проезжей части, либо по автобусной полосе. По дороге могут передвигаться 18-летний гражданин, у которого есть водительские удостоверения любой категории. Соответственно, на дорогах его скорость не должна превышать 25 километров. А в зоне тротуаров, например, парковой зоне, их движение будет где-то 6 километров в час. С нововведениями казахстанцев будут знакомить представители шеринговых компаний. Директор одной из них поделился с нами, что положительно смотрит на внедрение новых правил. Однако, по его словам, в Казахстане должны пересмотреть инфраструктуру, так как протяженность велодорожек составляет 463 километра, или 0,25% от протяженности всех дорог в стране. Еще, считает эксперт, необходимо урегулировать и процесс фиксирования скорости самокатов. Мы можем действительно ограничивать скорость на некоторых участках, например, на больших закрытых территориях, на парках, сферах и так далее. Но при этом современная GPS-технология не позволяет определить с такой точностью местонахождение самоката, чтобы разделить его на тротуаре находится, или на проезжей части, или на велодорожке. Поэтому ограничить скорость в 6 километров в час на всех тротуарах просто технически невозможно. В связи с этим мы надеемся на планомерное развитие, что этот закон будет дорабатываться. Еще одним камнем преткновений стали частные электросамокаты, которых в разы больше, чем шеринговых. Отслеживать их скорость вовсе не представляется возможным. В свою очередь депутат Сергей Пономарев отмечает, что новые правила регулирования езды на самокатах остро необходимы Казахстану. Конечно, это не понравилось многим самокатчикам. Но если учесть, что это несовершеннолетний подросток, не знающий основ правил дорожного движения, что они носятся как сумасшедшие, как угорелые, и что уже есть, к сожалению, прецеденты с опасными травмами и недалеко до летальных исходов, то я думаю, что это было единственное правильное решение. Культуры вождения у нас, к сожалению, нет. По данным МВД, в стране зарегистрировано 11 происшествий с участием электросамокатов, один летальный исход и 14 пострадавших. Однако, как отмечают в ведомстве, это лишь те, что зафиксированы, но есть и множество других. В ведомстве также добавили, что совершенствование законодательства в этой сфере будет продолжено и дальше совместно с депутатами. Айша Усимбекова, Алмат Мендебаев, Жебек Жола. Уже этой осенью в казахстанских кинотеатрах может заработать отечественная система анализа посещаемости и продажи билетов. Пока она проходит тесты, но уже показывает весьма хорошие результаты. Так что мы будем точно представлять объемы рынка, не ссылаясь на зарубежные цифры. Мой коллега Марк Брюшко узнал, какие еще задачи стоят перед этой сферой. Пандемия давно кончилась, а отложенный результат ковидных ограничений мы еще долго будем ощущать. Не только на себе, но и в разных сферах жизни. Кинематограф, кстати, до сих пор восстанавливается. Рынок долгое время не мог функционировать в привычном режиме. Это сподвигло людей придумать новые способы, как смотреть любимые фильмы на большом экране. К примеру, как в этом автокинотеатре. Главная фишка в том, что зрители приезжают на своих автомобилях, настраивают радиоволну и таким образом, не выходя из машины, могут слышать звук. Мы, конечно, стараемся показывать не только новые фильмы, но и другие картины по желанию зрителей. А если верить статистике, у казахстанцев возрос интерес именно к отечественному кино. Наши фильмы покрывают порядка 30% всего бокс-офиса страны. Данные привел заместитель председателя правления Государственного центра поддержки национального кино. По сборам, по сборам, вот за 22-й год мы делали небольшую аналитику, по деньгам, по бокс-офису, казахстанское кино, оно набирает, в общем-то, порядка 30% бокс-офиса в стране уже дает. Это говорит о том, что зритель, в общем-то, свое кино, во всяком случае, сейчас смотрит и проявляет к нему интерес. Но чтобы иметь полную картину о посещаемости и продаже билетов, во всех кинотеатрах страны должна заработать специальная система подсчета. До этого мы были подключены к международной билетной системе Рентрак. Однако и соображение информационной безопасности решили создать свою. Она пока проходит тест и, возможно, будет внедрена осенью. После всех вот этих вот государственных процедур, я думаю, что до конца года, в общем-то, эта система, она увидит свет, и мы, в общем-то, будем примерно себе представлять, не примерно, а точно будем себе представлять, насколько, каков объем нашего рынка, уже точно будем говорить об этом, не со ссылками, скажем, на Рентрак или российский ЕАИС. Вот, так что здесь перспективы, я так думаю, что они достаточно хорошие. Вот, и программа интересная, очень такая информативная. Вот, и кинотеатры, и дистрибьюторы восприняли этот момент с пониманием о том, что это нужно и для индустрии, и для страны. Лето – сезон голливудских блокбастеров. Кинопрокат взорвал феномен Барби Геймера. Картина отечественного производства обычно массово стартует в прокате с наступлением сентября. Абсолютно все, даже самые отъявленные синефилы заявляют, что в Казахстане снято уже слишком много комедий. Ну или почему, к примеру, нашим кинематографистам не снять хороший фильм ужасов? Могут ведь? А почему бы не взять и не придумать какое-нибудь приключенческое роуд-муви? Снять-то можно, а вот найдется ли зритель? Никто не даст гарантии, что он выберет именно отечественную ленту. Пусть и со смыслом. А не предпочтет очередной глупый боевик со спецэффектами. Прокатчики ориентируются на спрос. Вместе с тем в Казахстане сильные режиссеры. Будь то артхаусное кино или же документалистика. Переломить ситуацию можно, но это потребует времени. И каждый посетитель кинотеатра должен сделать выбор. Марк Блюшко, Аханым Максат Кызы. Норрес Базаров, Жебек Жулы. Международный командный чемпионат по шахматам в Актау собрал свыше 400 школьников со всех уголков мира. Всего 53 страны. Подобного рода соревнования еще никогда не проводились в таком масштабе. Наша страна стала первой, кто смог воплотить это в реальность. Подробности все у Бахтиара Даркеева. На международный турнир по шахматам в Казахстан слетелись дети со всех уголков мира. Школьники из далекого Перу и Мадагаскара прибыли в Актау на самолете и уже даже успели посмотреть город. Впечатления самые хорошие. Особенность стартовавшего турнира в том, что участвуют в нем спортсмены-любители, выступающие от имени своей школы. До Актау мы летели с несколькими пересадками. И вот мы здесь, на берегу Каспийского моря. Город хоть и маленький, но очень красивый. Несмотря на усталость, мы готовы участвовать в соревнованиях. Турнир в Актау организован усилиями Международной и Казахстанской Федерации Шахмат. Официальный партнер, он же спонсор соревнований, финансовая компания Freedom Holding Corporation. Ее руководитель Тимур Турлов, к слову, является председателем Отечественной Федерации Шахмат. Поддержка соревнованиям оказана администрацией Мангастауской области. Это, наверное, самый масштабный командный чемпионат среди школ по шахматам в мире. И сейчас это шанс для них познакомиться с нашей страной, найти себе новых друзей, увидеть красоты нашего края. В нашем, от нас в этом чемпионате участвуют команды 11 школ. Это значимое событие не только для Мангастау, но и для Казахстана и мирового сообщества. Для тех, кто любит этот вид спорта. И участники уверены, что, приехав в Казахстан, поучаствовав на данном мероприятии, они получат новые, откроют для себя новые страницы своей жизни и познакомятся с достопримечательностями другой страны. Значимость турнира придает тот факт, что участвуют в нем даже представители самых удаленных государств от Казахстана. Также есть представители СНГ, Африки, Южной Америки, Европы и Азии. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях, до 12 и до 18 лет. Команда-победитель шахматного чемпионата будет определена 7 августа. Бахтия Даркеев, Жибек Жоле. Это были ключевые новости пятницы. Увидимся с вами уже в понедельник. Я передаю слово коллегам информационно-аналитической программы Жана Уакат. Жан Сая, Кейс Жарек, Сёс Узинде. Субтитры создавал DimaTorzok